по этому вопросу. Прежде всего, мы здесь обсуждаем протокол соглашения, который сегодня, который мы обсуждаем, это прямая деятельность Аслана Бжани. Это результат прямой деятельности Аслана Бжани на посту президента. И результатом того, что все это время Аслан Бжани пытался и развешивал ярлыки на людей, высказывающих свое мнение по многим наболевшим в обществе вопросам, называя их то антироссийскими, то называя их иностранными агентами, людьми, которые развешивают и мешают развитию абхазо-российских отношений, сваливая всю вину, в том числе и на часть депутатского корпуса также. Это все мы с вами очевидцы, это все мы видели. И очевидно, что постоянные обещания, обман привели к кризису в отношениях между Россией и Абхазией. Результатом всего этого и является обсуждаемый сегодня документ, который появился в сети интернет. Совершенно очевидно, что Аслан Бжани, как президент, не отвечает ни интересам страны, ни интересам своих граждан и загоняет взаимоотношения двух стран в тупик. Поэтому, я не буду сейчас, может и тяжелой слов, но поэтому считаю, что самое верное решение, это, конечно, для отставки президента. Мы все время почему-то боимся назвать это слово, но уже, по-моему, пришло время. Это первая часть того, что я хотел сказать по протоколу. Второй вопрос, у меня есть вообще прямое предложение к российской стороне. В протоколе говорится о ратификации трех соглашений, если вы обратили внимание. Это признание о проведении в исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим вопросам. Это об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. И последнее, это снятие ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости, в Абхазии, имеется в виду апартаменты. Так вот, я предлагаю провести вообще уже трехсторонную встречу с участием представителей оппозиции, власти и российской стороны. Для обсуждения аргументации наших позиций по этим вопросам в любом удобном для них формате. Потому что, видимо, нас не слышат, видимо, не понимают, какие аргументации мы говорим. Нет, но какие аргументации. Мне бы хотелось... Мы с российской стороной общаемся все время через посредников, через Аслана, Жаня, которые мы не знаем, что он там говорит, мы не знаем, что они ему отвечают. Поэтому эти вопросы российская сторона всегда ставила перед Абхазией. Ну, очень давно ставит. Я считаю, такая трехсторонняя встреча имела бы вообще пользу в наших отношениях. Спасибо, и обоих. Спасибо, и обоих.